кто вы не напрягайся доченька пожалуйста скажите кто вы или меня сюда селим привел да нет нет доченька ты не бойся кто такой селим я даже не знаю дорогая ты здесь безопасности суп тебя согреет тебе станет лучше давай доченька открой рот спасибо но я не буду разве можно так доченька ты должна кушать чтобы быть сильной послушайте я вас не знаю почему вы меня держите рядом дорогая моя мы тебя нашли на дороге какая-то машина сбила тебя и уехала но я не могла пройти мимо я что должна была тебя там оставить я взяла и отвезла тебя в больницу тебя там вылечили доктор сказал что у тебя никого нет но я привезла тебя сюда я проявила человечность спасибо вам то есть никто не приходил селим он тоже нет нет красавица никто не приходил давай кушай суп ты что встала что ли красавица совсем не слушаешься печка сейчас не работает вот ядров немного захотела накидать чтобы тебе не было холодно ну такое время сложно но что поделать и у вас проблемы из-за меня возникли подожди я тебе дали воды возьми доченька с возьми выпей большое спасибо вы очень добры почему вы мне так помогаете вы же меня даже не знаете чтобы у меня все было хорошо доченька у меня есть дочь примерно твоего возраста но она очень больна осталась в родных краях рядом с папой вот я хочу чтобы не все было хорошо я никак не помочь сейчас не могу надеюсь хоть ты поможешь мне очень жаль за вашей дочери вы очень хороший человек из-за меня очень сильно потратились я не знаю как буду возвращать долги ты сейчас об этом не думай красавица старайся выздороветь поскорее как-никак потом вернешь но о чем я говорила красавица а а пенсии говорила я стала пенсионерка из-за страховки но сама понимаешь на одну пенсию не получится здесь нормально пожить но я и договорился одним человеком который на рынке работают шапки шарфы в общем что нибудь чью и он это перед и продает но заработанные деньги мы делим между собой что тут поделать хочешь жить умею вертеться а я для вас грузом стала да не дорогая если хочешь ты тоже можешь мне помочь можешь шить по ночам я не очень хорошо вижу хорошо конечно это сделаю хотя современные девушки не особо разбираются в этом но нет я знаю мама зухре меня научила а кто это мама зухре да никто она никто красавица ты стала для меня достойной альтернативой пенсии алло как дела лев фотографии получил красивая да да это мое первое предложение как хорошо ты уже знаешь меня она здесь принцесса спит да увидишь лев давай целую поскорее выздоравливай будешь платить я могу войти дорогая рад тебя видеть взаимно ты сейчас не занят для тебя я всегда не занят что это с тобой все нормально ну ты уволил селима значит ты узнала об этом я как раз это хотел с тобой обсудить он замешан в краже я знаю я даже говорила ему чтобы он уволился сам подожди секунду ты знала об этом когда фирма он прилетит ну в девять он сядет а в одиннадцать будет здесь хорошо до его приезда мы все закончим я открою привет фрида проходи привет сестра илдис что это с тобой ты рассказала дядя осману о курсах сестра илдис а да рассказала не смогла сдержаться что случилось он запретил нет одобрил ну хорошо же чего с лицом то да не обращай внимание сестра илдис ладно я пойду стиралку проведаю там наверно уже стирка закончилась кого ты к моему сыну приравниваешь кто такая фрида кто такой джунейт я никогда не позволю это больше я этого от тебя слышать не хочу ты вообще даже думать об этом не будешь поняла дорогая все нормально все нормально сестра илдис слушай отец что-то не то сказал извини сестра я слушаю фрида меня увольняет немедленно приходи сюда что? ты где? я в офисе вещи свои собрал немедленно приезжай немедленно ладно я скоро буду сестра илдис мне нужно идти скажи маме за хрень я опоздаю ладно береги себя селим что случилось? ты сказал господин джунейт фрида что рассказала расскажи мне нормально что произошло ты меня спалила да? клянусь я ничего не говорила селим а какая вообще разница? ты сказала ли кто то другой? все кончено? не говори так ничего не кончено я говорил с господином тунчем он сказал что господин джунейт не изменит решение я просто дугу хотел помочь но не вошел я вляпался ты не волнуйся я поговорю с джунейтом и все решу неважно не нужно из-за меня унижаться фрида жди меня здесь я все решу да? здравствуйте господин тунч я сделал то что вы хотели она сейчас идет разговаривать с джунейтом превосходно как ты могла скрыть это от меня фрида? как? я не хотела скрывать я даже сказала ему чтобы он уволился но что? а потом я узнала зачем он совершил эту кражу он был вынужден то есть как был вынужден подожди ты его оправдываешь да? нет конечно но джунейт я расскажу но ты пожалуйста не злись ладно рассказывай Селим совершил эту кражу чтобы спасти своего друга он бежит от кровавого мести его жизнь в опасности я вчера пошла и сама все увидела он лежал на кровати ты в своем не фрида если бы с тобой что-то случилось? ты прав но ничего не случилось со мной все нормально а если бы случилось? одного увольнения ему мало этот идиот сумел тебя в опасные дела я сама настаила чтобы он меня отвез потому что я не поверила ему ты могла рассказать мне бы вместе все это решили он умолял чтобы я не сказала он боялся увольнения джунейт этот человек борется за жизнь кроме Селимы у него никого нет ему очень нужны деньги для лечения именно поэтому Селим и своровал эти ткани я согласна ворам нет оправдания но он сделал это чтобы спасти жизнь своего друга поверь мне я знаю Селим из детства у него доброе сердце он бы не сделал этого если бы не обстоятельства ладно и чего же ты ждешь от меня может простишь на этот раз ради меня а господин джунейт ладно ты знаешь что ты не можешь не оправдать не исправить того что ты сделал я знаю господин поверьте я очень жалею я не знаю тебя Селим ты попал к нам благодаря Фариде и благодаря ней же ты будешь прощен дай бог вам здоровья господин спасибо огромное ладно не меня Фариду благодаря она остроилась за тебя она думает что я совершила ошибку только из уважения к ней я прощаю тебя спасибо Фарида хорошо если еще раз посмеешь на подобное я на этот раз тебя не пощажу Селим не волнуйтесь господин больше это не повторится обещаю ну а теперь возвращайся к работе мы тоже пойдем Фарида обещаю вы заплатите за то что сегодня опозорили меня так вы оба заплатите я готова куда мы идем кушать вы за мной следуйте Фарида здравствуйте что такое Фарида что ты здесь делаешь это я я позвал ее отец а почему ты не сказала Фарида мы бы вместе поехали сюда ну ладно не тяните мы на ужин идем Фарида ты тоже давай с нами но я никаких отговорок мы будем праздновать наши успехи ну же мы будем поздно хорошо господин здравствуйте господин усман ваш стул на этой стороне как ты хазал хорошо спасибо а вы как хорошо отец и сын вы любите это место отец больше любит однако а ты знаешь это место мы недавно Джонетом здесь были я поэтому это место знаю ааа вот как у нас был турнир по теннису я выиграл и он меня привел сюда Фарида ты ко мне присаживайся давай значит вместе ужинали Тунь что я тебе говорил из этих двоих хорошая команда получится вам еще что нибудь нужно господин усман если все это будет нужно я здесь хорошо ну вы же все знаете насколько важно для нас дело седем когда к нам пришла эта дизайнерша молодая красивая девушка я сказал себе мы в пролете но она своим опытом своим искусством помогла нам выиграть это дело давайте выпьем за дочинку Эйлюль вы меня смущаете ведь не я одна работала мы все это заслужили нас он сейчас не видит он восхищен тобой наслаждайся признаюсь признаюсь если бы в тот день мы не заселились допоздна мы могли бы и проиграть это дело ты помог мне очень сильно спасибо ну раз так вот это раз давайте за вас обоих выпьем за великую двойку за Эйлюль и Джунейта ну же доченька поздравляю твою семью доченька они вырастили тебя прекрасным человеком успешная девушка красивая которая может стоять на своих ногах каждые родители хотят чтобы у них были такие дети как ты пожалуйста передай им мои хорошие слова тебе надеюсь вы с ними когда-нибудь тоже познакомитесь они были рады когда узнали что я работаю с вами надеюсь уверен что буду рад когда познакомлюсь с твоими родителями в этот раз будем так действовать Тунчик Фарман получит дело а Эйлюль и Джунейт в качестве творческой команды Мехмед Кемаль конечно же будет с вами вот тогда то нас никто не остановит а а а а а а господин Тунчик нам немедленно нужно встретиться я рядом с вашим рестораном это срочно хорошо извините мне нужно кое кому позвонить я скоро вы говорите что мы хорошая команда но у нас сложности тоже были да ладно ничего такого не припоминаю мы долго спорили из какого материала будем производить все это дело хорошо в древесине вы про но я тоже что-то знаю в ту ночь я много постаралась чтобы добиться своего и хорошо что старалась она правая оказалась оказывается с вашего позволения я и не знал что мне делать может она уже сказала я опоздал нет она ничего пока не сказала она наверное ждет пока ты подашь на увольнение иначе она бы сказала она влюблена в джунейта с помощью тебя она хочет показаться полезной ему не нужно ей доверять она готова всем пожертвовать и тобой тоже она играет такую добрую невинную но я знаю кто она на самом деле она и джунейта заваливает завтра станет главой нашего офиса поэтому нужно немедленно избавиться от фариды так избавьтесь она ведь не сильнее вас кто она такая избавиться от фариды легко но если ты поможешь что захочешь что скажешь я с тобой господин на сегодняшний день только ты поверил мне только ты протянул руку ты простил меня помог мне эта девка меня за человека не считает унижает а я уничтожу всю ее жизнь сделай все что ты скажешь все чтобы уничтожить фариду и 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 Доброе утро, доченька. Доброе утро, мама Зухра. Я как раз смотрела на твой подарок. Спасибо огромное. Знаешь, даже когда я просто смотрю на него, мне становится спокойно. Тогда надень его на себя, чтобы она давала тебе спокойствие и оберегала тебя. Мама Зухра. Вчера вечером. Дядя Смон не разозлился ведь, ничего не сказал, надеюсь? Нет, доченька, что он мог сказать? Там же Джунайт с ним поговорил. Он только разозлился, что вы не сказали ему об этом. Ты права, но... Я ведь тоже не знал о сюрпризе. Он очень разозлился. Нет, ты будь спокойна. Фарида? Колье? Это Джунайт подарил. Я знаю. Оно принадлежало его бабушке. Я была так счастлива, когда вчера Джунайт подарил его мне. Ничего, если ты некоторое время не будешь его надевать. Это коле для тебя очень важно. Очень важно, я знаю. Дорогая доченька, как ты и говорила, это коле принадлежало бабушке Джунейта. То есть, маме Османа. Умершая госпожа Захара. Она очень любила Джунейта. Она выделяла его среди всех внуков. А перед смертью... Она сказала, что это ее подарок для его будущей любви. Да, мне рассказывал Джунейт. То есть, это твое коле. Если наденешь это коле до того, как Усман все узнает, ты его очень огорчишь. Ты ведь понимаешь меня, да? То есть, все станет только хуже. Я поняла, поняла, мама Зухра. Ты ведь не обиделась на меня? Не разозлилась? Разве я могу, мама Зухра? Я не разозлилась. Ты не переживай. Я не буду надевать это коле. Просто спрячь его куда-нибудь. Иногда буду его рассматривать. Но не буду надевать, не волнуйся. Моя дорогая доченька, Обещаю. На вашей свадьбе я лично надену его на тебя. Обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok